Привет! Вы именно там, где надо быть в данную секунду. Вы на канале компании «АвтоСтронг». Помните, что в компании «АвтоСтронг» 160 тысяч очень качественных запчастей, которые вы можете купить с гарантией и быстрой доставкой. У нас очень много навесного оборудования, в том числе турбины, стартера, генераторы. Вы просили, мы разбираем. Итак, встречаем долгожданный M9R. Двигатели Renault, как дизельные, так и бензиновые семейства M, были созданы в сотрудничестве с компанией Nissan. М9R появился в 2006 году на Renault Laguna 2 рестайловой и заменил такие двигатели как 1.9 F9Q, который мы уже разбирали, и 2.2 турбодизель G9T, который мы тоже недавно разбирали. Он выпускается до сих пор. В 2018 году его модернизировали для того, чтобы он соответствовал самым строжайшим экологическим нормам. Двигатель 2.0 DCI устанавливали практически на все Renault. От Megane до Velsatis, на Kaleus, Traffic, также на кроссоверы Qashqai и X-Trail, также на фургоны Prima Start и Opel Vivara. Двигатель развивает от 90 до 178 лошадиных сил. Самая мощная версия развивает 200 лошадиных сил. От своих французских предшественников он отличается цепным приводом ГРМ. Интересная особенность, что при объеме 2.0 заправочный объем масла в этом моторе 7.4 литра. На Renault Laguna 2 мощностью менее 150 лошадиных сил, заправочный объем масла 6.6 литров. Мы же сейчас будем разбирать двигатель с Renault Scenic 2 2009 года M9R700. 2.0 DCI очень надежный мотор. Он может пройти и 500 тысяч километров. Главное не экономить на моторном масле, потому что если будем экономить на моторном масле, это повлечет за собой какую-нибудь дорогостоящую механическую поломку. Проблемы в этом двигателе возникают при неквалифицированной перепрошивке, то есть когда вы чипуете двигатель либо когда удаляете EGR. В таком случае проблем можно ждать откуда угодно. Может даже слететь кривая прошивка. В «АвтоСтронг» есть все и даже больше. Покажем два двухмассовых маховика. Практически каждый двигатель M9R оснащен двухмассовым маховиком. Он не вечен. Изношенный двухмассовый маховик просто убивает сцепление. Оно пробуксовывает на высоких передачах. Также при износе демпфера маховика вы чувствуете биение на педали сцепления. Для экономии многие владельцы меняют двухмассовый маховик на одномассовый, который устанавливается на бусах Opel, Renault, Nissan. Но если вы меняете двухмассовый маховик, то вам надо менять и весь комплект сцепления тоже от бусов. Но чтобы не экономить, лучше купить по отличной цене маховик в «АвтоСтронг». Демпферный шкив крутильных колебаний надо менять каждый раз, когда вы меняете ремень вспомогательных агрегатов и его роликов. При сильном разрушении резинового демпфера шкив может скрипеть. Характер скрипов может зависеть от включения или отключения муфты компрессора кондиционера. Теоретическая часть у нас закончена. Сейчас мы начинаем нашу разборочку. Сепаратор картерных газов, призванный отделять пары масла от газов, очень плохо справляется со своей задачей. То есть пары масла плохо отделяются и могут долетать аж до воздушного фильтра. Эти особенности двигателя M9R более ярко проявляются на двигателях Nissan. И владельцы Nissan очень часто ставят дополнительный маслоотделитель. На двигателях M9R стоят турбины Garrett GT 1749, GT 1752, GT 1549 в разных вариантах. На всех легковых автомобилях турбина с управляемой геометрией. На всех коммерческих дефорсированных моторах турбина с перепускным клапаном. Турбины надежные и ходят несколько сот тысяч километров, если, конечно, владелец не экономит на обслуживании. Случаи, когда турбина гонит масло во впуск либо в выпуск минимальны. Опять же, ресурс турбины можно сократить некачественным маслом, а также проблемами с прожигом сажевого фильтра, когда солярка смешивается с маслом. Обычно какие-то проблемы с наддувом могут случаться из-за подклинивания лопаток геометрии, а также из-за негерметичности впускного тракта, потому что надуваемый воздух может просто выходить через негерметичные уплотнения. Также может подвести вакуумная система, то есть электровакуумный клапан либо же датчик наддува. Из-за внешних факторов турбина не дает заданных значений наддува, и тогда, по ощущениям, двигатель очень теряет в мощности. Если двигатель не выдает более 3000 оборотов, это говорит об аварийном режиме его работы из-за неисправного датчика наддува. Привод клапана EGR и дозирующие заслонки электронный. Клапан создает привычные хлопоты. Клапан может подвиснуть в открытом положении, и тогда при больших нагрузках двигателю просто будет не хватать кислорода. При этом падает мощность и наблюдается троение двигателя. Клапан EGR оснащен обратной связью, и при такой проблеме загорается соответствующая ошибка. Также редко, случается перетирание токопроводящих дорожек в механизме определения положения заслонки. В приводе заслонки несколько пластиковых шестерен. Обычно с этим механизмом ничего не случается, если на заслонке нет обильного нагара, сажи и масла. Если нарушается ход заслонки, то фиксируется соответствующая ошибка. Обычно EGR на двигателях M9R отшивают. Правильная корректировка топливно-воздушной смеси обязательно. Если же двигатель эксплуатируется с EGR, то его надо снимать и чистить каждые 80 тысяч километров. Насос от Bosch CP3 очень надежен и ходит 300 тысяч километров. Если в солярке вода, то на плунжерах может появиться ржавчина. Если появится ржавчина, то появятся и задиры. Максимальное давление в топливной рампе – 1600 бар. Это давление регулируется двумя регуляторами. Один регулятор находится на топливной рампе, второй регулятор находится на ТНВД. Регулятор на топливной рампе отвечает за регулирование давления топлива при запуске двигателя, также при прогреве его до 15 градусов и на холостых оборотах. Во всех остальных случаях за регулирование топлива отвечает регулятор на ТНВД. Обычно проблемы с запуском двигателя связаны с клапаном, который установлен на топливной рампе. При прокрутке стартером он просто стравливает топливо в обратку, и при этом в топливной рампе нет никакого давления. Также из-за неисправности одного из регуляторов могут плавать хвостые обороты. Разумеется, из-за скачков давления в топливной рампе. На неисправность одного из регуляторов могут указывать соответствующие ошибки. Низкое давление в топливной рампе может быть вызвано сливом форсунками топлива в обратку и также износом ТНВД. Но это редкость. Пьезоэлектрические форсунки на двигателях M9R очень надежны, но крайне неремонтопригодны. Могут пройти и 300 тысяч километров. Одна из форсунок может потерять гидроплотность. Обычными словами, она будет лить топливо в обратку, и тогда ТНВД-регуляторы не смогут поддерживать в топливной рампе нужного давления. При снятии шлангов обратки с форсунок и последующей установки нужно обязательно поменять уплотнительные резиновые колечки. Если вы этого не сделаете, то будет течь в солярке. Из-за этого все под клапанной крышкой будет в солярке. Форсунки на двигателях M9R сливают топливо в отдельную рампу с механическим клапаном, который поддерживает там давление в 10 бар. Это особенность работы пьезофорсунок. Также двигатель M9R известен тем, что форсунки могут намертво прикипеть к двигателю, из-за попадающей на него влаги. Обычно эта проблема проявляется на минивэнах. О цепном приводе ГРМ ходят легенды. У одних он ходит 300 тысяч километров и не растягивается, у других цепь растягивается уже на 200 тысяч километров. Здесь имеет место быть либо скрученный пробег, либо же сильная экономия на моторном масле. То есть растяжение цепи имеет место быть и имеет место быть с износом звезд. Если звезды изнашиваются, то цепь, естественно, может перескочить. Помимо лязгающего звука при изношенной цепи ГРМ мы также можем ощутить рывок при запуске двигателя. Также из-за смещенных фаз газораспределения ухудшается работа двигателя, и мы слышим тарахтение. Замена цепи ГРМ на двигателе M9R очень хлопотная. Приходится доставать двигатель из моторного отсека из-за плотной компоновки. Разве что на Renault S-Pace. Ее можно поменять, не снимая мотора. Два распредвала, 16 клапанов и крышка у нас является верхней постелью распредвалов. Обратите внимание на крепление распредвалов. Двигатель дизельный выпущен во второй половине 2000-х годов. Поэтому мы видим вот такую технологичную конструкцию. Точно такую же, как на бензиновых моторах объемом 1.6. А Renault и Volkswagen, например. Дело в том, что раньше на дизелях алюминию вот такую работу не доверяли. А сейчас это и клапанная крышка, и постель распредвалов, и еще добавляет жесткости. Если говорить о состоянии кулачков и шеек, они у нас в превосходном состоянии. Нас очень радует чистота в ГБЦ, а владельцев очень радует наличие гидрокомпенсаторов. Дело в том, что дизеля на Nissan раньше ими пренебрегали. Я думаю, что вы не забыли, что он тоже на Nissan стоял. По состоянию ГБЦ у нас в полном порядке. Надо отметить, что вот эта технологичная ГБЦ обычно никаких проблем не вызывает. Цилиндры у нас просто на пятерочку с хоном и никаких задиров нет. Напомним, что блок чугунный, а внутри находится вот такой корпус алюминиевый, где находится маслонасос. Поршни у нас как из коробки, они реально как новые. Все кольца абсолютно подвижны, что компрессионные, что маслосъемные. И никаких вопросов по вкладышам. Графитовое напыление также как новое. Вкладыши у нас с износом, хотя и не критичным. Вообще износ и проворачивание вкладышей свойственны для моторов Renault. Хотя вот в этом случае не так критичны. Но если не экономить на моторном масле и вовремя обслуживать этот мотор, то вкладыши пройдут и 300 тысяч километров. Бывали случаи, что в гарантийный период при малых пробегах, но при должном обслуживании вкладыши все равно проворачивало. Проблемы со вкладышами на больших пробегах могут быть вызваны разбавлением масла соляркой. При частых прожигах сажевого фильтра увеличивается уровень масла. Эта смесь не обеспечивает должность смазки и тогда вкладыши изнашиваются и проворачиваются. Вот такая разборка долгожданного двигателя M9R у нас получилась. Двигатель отличный, без каких-либо врожденных недостатков. Наш экземпляр тоже в отличном состоянии, но сюрприз со вкладышами, конечно, нас огорчил. И нередко эта неприятность со вкладышами выставляет на большие деньги владельцев автомобилей Renault. Если вы хотите знать о моторах, обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео, заходите в наши соцсети, заходите на наш сайт. И помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг-М». Субтитры создавал DimaTorzok